Доброе утро! Доброе утро! Янин, Норильчанин, Елец, Ельчанин, из города Великие Луки, Великолучане, из города Калуги, Калужане, из города Вологда, Волокжане. Как же все-таки понять, как образовать это слово? Почему у нас, например, Назаровцы, а не Назаровчане, и наоборот, Норильчане, а не Норильцы, например? Выбор того или иного суффикса обусловлен традицией. То есть так традиционно сложилось. Нужно было закрепить одну форму, и в словарях закрепилась та или иная форма. К ней лучше привыкнуть, ее принять как данность. А ведь есть же особые случаи. Вот вы о них как раз вначале говорили, и кажется, что от этих названий городов вообще невозможно никаких названий жителей воспроизвести. Как же быть с ними в этом случае? Совершенно верно. В какие-то сложные случаи нужно просто знать. Это такие секреты русской речи. Например, от Архангельска, которую я вначале называла, будут Архангелогородцы. Или от города Мценска будет название Амчане. Потому что старое название Мценска – это Амченск. А от города Торжок называют их новаторы. Потому что старое название – Новый Торнг. Вот они и новаторы. Но подавляющее большинство новых городов или старых, необычных названий поселков, которые я называла памяти 13 борцов, придорожный, мирный, козулька, русский язык предлагает обходиться описательным оборотом. То есть жители такого-то поселка. По-другому никак не получится. Для названий жителей, городов, сел, поселений, прочих топографических объектов существует умное слово. Этно-хороним. Этнос – народ. Хорос – это местность. Ионим – это имя. То есть имя жителя по тому месту, где он живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова